Сиен, доброго здоровья! Сегодня опять-таки поговорим о трейдине, но я так понял, для вас большая проблема не что взять за трейдин, а что сдать. Наверное, мы все в душе своеобразные старевщики и мы не можем расставаться с барахлом, который есть на нашем аккаунте. Или же элементарное незнание, что человек не в курсе, что этот танк, например, не играбелен и он пытается на нем что-то потеть, а у него нифига не получается, просто по элементарной причине, что он и сам как-то не очень играет, но при этом танк ну реальная шляпа и от него нужно спокойно избавиться и не думать даже о нем. То есть, если вы уже в любом случае готовы брать что-то за трейдин и вы не знаете, что сдать, я постараюсь вам сегодня с этим помочь. Опять-таки, значит, нужно разделить на несколько критериев, это, ну, например, вот танк может быть сойдет, но вы на нем не играете уже пару лет и вы понимаете, что он на вашем аккаунте по сути не нужен и спокойно можете с ним расстаться. То это уже реально ваш выбор осознанный и тут уже вы сами решаете. Но если нужно определить танк нормальный, пускай будет или же неиграбельный и можно спокойно с ним расстаться, то вот на эти вопросы постараюсь и ответить. Значит, 112-й машину, которую вы раньше могли все брать за реферальную программу, то есть по факту за бесплатную и его по сути можно спокойно сдавать. Потому что фармить я сомневаюсь, что вы будете на нем в 2024 году в мире БЗ, Шкода, Кэмилек, Трипперо и Арты, но играть со 190 пробития с настолько ужасным орудием, я бы вам не рекомендовал. Поэтому вы можете, конечно, его оставить для типа поиграть на голде, но мне кажется, есть лучшие машины для этого. Ну или же вы просто берете его и сдаете. Если же вы на нем фармите, это ваш единственный премтанк на аккаунте, то, блин, печальненькие новости для вас. Вам будет реально сложно на нем дальше продолжать фармить, поэтому тут уж смотрите сами. Я бы его сдавал вообще без какого-либо зазрения совести, вы смотрите от вашего аккаунта. 122ТМ, его только добавили, чтобы взять, поэтому сдавать я бы его тоже спокойно сдавал бы, потому что я бы его не брал. СТ-шка, который горит в лоб постоянно, у которого 14 секунд перезарядка при ПКД стреляющие 350-370 альфы. Поверьте, это ужас капитальный, и единственное, что у него нормальный, это, ну, окей, подкол 230 и УВН. Ну, типа какая-то, типа башня, типа башня, потому что, по сути, ничего такого у него нет. Он едет как корыто, у него полный отсутствие ДПМа, и, ну, как бы, не совсем понятно, зачем он нужен. Он тупо не успевает в скорость боев, чтобы набить на нем какие-то 2500, это вам нужно стрелять где-то там, ну, 2 минуты без остановки. Такого у вас, конечно же, в боях не бывает, поэтому сдавать можно. 50ТП прототип. Это топ-4 танк, то есть, кто уже посмотрел видео топ-4 премов, то вы уже знаете, что 50ТП сдавать, ну, нет смысла особо. Его уже после Бизона и Сома и двухстволки можно брать в четвертую очередь, поэтому не надо сдавать. 56ТП, если вы взяли его за марафон и не вложили ни копейки, то вы спокойно можете сдавать данную машину. Это картонный танк, у которого тоже нету ДПМа, и людям очень сложно на нем играть, потому что стрелять часто ты и больно не можешь, а выгребаешь ты по первое число. Поэтому спокойно можете сдавать. Все СТ-8, я не буду сейчас обобщать, все СТ-8, которые с альфой 240, все вот эти гробы на колесах, которые по КД играют с 10-ми левелами, это все мертвые шлаки, на которых играть невозможно. Единственное исключение это Рога, потому что у него три снаряда и очень обалденные качества стрельбы, и вообще все ТТХ безупречны. Поэтому из-за того, что он сразу может влить хорошенечко, из-за этого он живет, и он по-прежнему один из лучших СТ-8 уровня. Но вот эти все, Пасаси, Пантера-8-8, Паттоны корейские, 59 Паттоны, Пантеры, это чуваки, это все шляпа ненужная, вы на нем играть не будете, это Кастраты, их уже давно нужно вывести. Возьмите, сравняйте их ТТХ с 6-м левелом, и увидите, что разницы тупо не будет никакой. Дайте им 160 пробития, и спокойно их можно загонять на 6-й уровень, и они и там будут выгребать люлей. Вот такие вот делишки, поэтому 59 Паттон, Пантеру-8-8, Яхтигр-8-8, да, хоть это не средний танк, мы все равно это более страдалец, чем не страдалец. Вот, значит, что у нас там есть. Ну, пока что, что глазам не попалось, я вам назвал. То есть, 59 Паттон, Яхтигр-8-8, Пантера-8-8, и мы их CDC сдаем к чертям собачьим. Просто выручка за них будет не особо большая, и, например, до того же СОМа нужно будет докладывать А6000 за золито. Я не знаю, тут уже готовы вы или нет, но с этими танками можно спокойно расставаться. Тем более, Яхтигр, он стоит вроде не 3000 за трейды на 9005, и плюс его тоже брали все за рефералку за бесплатно. Поэтому, по факту, ты можешь СОМа взять за 4000 голды, ну, вот такие вот делишки. Альпрот ТМХ-30. Да, у него не 240 альфы, но, чуваки, качество орудия такое себе, он нихрена не едет, он не маневренный, он критозборный до ужаса. И это больше страдальный танк, чем не страдальный. Поэтому, ну, сдавать прям на 100% вы уж, наверное, смотрите сами, но я бы эту машину точно не брал, и на ней бы я точно не фармил и не катал. Да их тупо нет в рандоме, потому что, ну, какие машины? Это 100-миллиметровка французская, она всю душу с вас высосет. Вы знаете, что это такое, даже если ты свелся за 8 секунд полностью, ты все равно бахнешь в землю. А даже если не в землю, то на 230 при якобы альфе 300. То есть, по факту, та же пушка на 240 альфы, только сведение нафиг, стабу нафиг, все нафиг. Здравствуйте. А МБТ? То же самое, взял по аукциону, чисто ради одного стрима, машина капец, оно едет 40, оно размером с мауса, у него нет, по сути, лишней какой-то брони, стабилизация сведения мертвейшая. То есть, по факту, это, вдумайтесь, у Бизона меньше габариты, в 3 раза больше брони, ББшки за основу, УВН и минус 10, и он меньше, и ГП больше. А МБТ больше, чем Бизон, едет медленнее, чем Бизон, пушка хуже, чем у Бизона. Это капец, как можно было такое сделать? Как можно сделать типа СТ, который хуже, чем якобы тяж? Это позорище, поэтому сдавал бы я его без зазрения совести, опять-таки. Если вы там чисто на голде, на нем популькиваете, делаете какие-то результаты, я думаю, что эти люди, которые ждали это видео, вряд ли они на нем там делают какие-то результаты, и больше они на нем пострадывают, чем не пострадывают. Вот такие вот дела. Поэтому я бы сдавал без проблем, но так как это, мол, эксклюзив, изюминка, может, от этого вы отталкиваетесь, то тогда пускай валяется на вашем аккаунте, иногда раз в 10 лет выкатываетесь на нем. Canon 105 CDA. Говно запредельное, да, оно лучше, чем немецкое Canon 105, потому что хотя бы не ваншотится фугасами. Но хп 0, стабы 0, просто огромная дура с 300, я имею в виду кольцо, с 390 альфой, который кдшится 9 секунд при под коллайдера в 168 мм. То есть, да, ты засветился, не слетел как Акура, как тот же СТРВ или как там CDA 105, немецкий, я имею в виду Canon, то хорошо. Но, в сути дела, это не меняет. Это машина, которая будет заставлять вас страдать, выдумывать, куда мне статься, в каких мне кустиках постоять. То есть, это не регулярный, не классический, потеющий, мучающийся танк и мучающийся геймплей ради 2000 урона. Не рекомендую. АМХ спас оси. Уже сказал, это шляпа, которая просто, боже, она огромная. У него вообще нет брони. 240 альфы при кд 5.5, да плевать абсолютно. Это машина, которая вот все, где бы ты ни был, что в топе тебе жопа, что внизу списка, тем более. Поэтому сдавать, опять-таки, без вообще каких-либо вопросов. Просто, что за СТ-8, как правило, вы получаете немного. Поэтому можно больше в глаз положить на такие типа Яхтигры 8.8, за которых дают побольше. Такие дела. В ЛЕ-49, в принципе, смотрите, если вы взяли его за боны, или если вы раньше тоже, он же был, по-моему, за рефералку, да, то, опять-таки, сдать можно его особо без зазрения совести. Если у вас на аккаунте есть такие танки, как Бизон, Двухстволка, С3, СМЗ, Тортл, там, там, что, Двухстволка, как мы уже сказали, ТС-5, там, на крайняк уже, да, то этот танк можно сдавать спокойно. Потому что на этом танке, если у вас есть вышеперечисленный, играть вы не будете. Вы будете катать на нем в седьмую очередь. Но какая нахрен седьмая очередь, если больше трех танков обычно в фарме вашем не задействовано. Вы их пускаете по кругу, и все. До этого танков у вас тупо не дойдут руки. Это та же самая долбанутая 100-мм КСКД 8 секунд при Альфе 300, которая по КД стреляет 230. Если ты на грамм хотя бы не досвелся, ты всегда стреляешь в землю. Ключок, несчастный, 6-7-мм, у него залетает тупо с километра, там, как будто какой-то магнит. Поэтому я бы его сдавал. Но, опять-таки, если его, например, сравнивать с каким-то Альпротто МХ-30, или Ягдтиграм 8-8, или там 156ТП, допустим, то МЛЕ, конечно, это еще не худшее решение. Но я говорю, что если у вас есть нормальные танки на аккаунте, то в нем особо смысла уже не лишнего. Но так, если прям борода бородинская, то тогда окей, пускай он еще поживет на вашем аккаунте. Астронрекс. Тут тоже, по сути, что и с АМБТ. Из-за того, что этот танк редкий, мол, изюминка, да, то, возможно, вы не будете сдавать эту машину, но фармить на нем тоже вы не будете. С 190 пробития в дефолте, с 4 секундами между выстрелами, с бешеным качеством стрельбы, это бред какой-то сумасшедшего. И то, что на нем там блогеры накрутили 3.300 планку, вы на это не обращайте внимания. Обычный игрок на нем будет играть, дай бог, полторы тысячи на ББшках. И это не фарм, это мучение, это страдание. И, ну, как бы, за что, зачем, непонятно. Поэтому оставить вы, конечно, можете, но я бы его сдал к чертям собачьим. Я не парюсь за вот это редкий, нередкий. За ЛБЗ еще танки, возможно, типа, ну, ты хотя бы там задания какие-то делал, да. А вот именно вот такого плана танчики, то вообще по барабану. Можете сдавать и не париться, но если вы за редкость, то оставьте его. Батчатигноле бураскуе. Батигноле, да, значит, машина, которая, ну, это, по сути, как легкие танки. Играть на нем умеет только полпроцента аудитории, а все остальные на нем впарываются, дают барабан и дохнут. Поэтому, если вы из этих, то, ну, как бы, вы вряд ли будете на нем фармить. Если вы игрок хороший, то вы и так знаете, что с ним делать, и вы, конечно же, оставите его в ангаре. То есть, это, как бы, или один из лучших СТ-8 премиумных, или это один из худших СТ-8 премиумных, если ты дундук и не знаешь, что делать в этой игре. Поэтому, ну, как бы, тут нужно задуматься. Сдавать вы его будете вряд ли. Если вы на нем, конечно, не умеете играть, и вы просто по ошибке его купили, то тогда уже решайте сами. Но, в целом, сдавать его вряд ли кто будет. Бизон С-45. Это одно из лучших решений, что можно взять по трейдину, поэтому, конечно же, он у вас остается. Бофор Стронваген. По факту, я бы его сливал, нефиг делать. Машина, которая еле-еле волочится. Машина, которая КДшится 12,5 секунд ради подколов 240, и эльфы 400, летящий тоже по КД 350, горящий в хлебало. Ну, значит, стабилизация от Поворота Башни, она мертвая. То есть, она была вообще мертвейшая, а стала просто мертвая. То есть, у вас было 0,25 от Поворота Башни, а все, что меньше, точнее, все, что больше 0,14, это неиграбельно. А у вас было 0,25, а вам потом написали, улучшена стабилизация от Поворота Башни. Целевая аудитория такая, все, заиграем, все, апнули. Да, но нужно же понимать, что там за цифры. Было то 0,25, а стало 0,2, а 0,2 от Поворота Башни, это неиграбельно. И все, а без таба играть на нем приходится, потому что ему и турбина надо, и компоновка, и закалка, и десылатель. Но это сейчас можно объединить в Т3. Но, в общем, тут поставить дофига чего надо, а слотов не хватает, и кто же играть на нем, лишнего желания особо нету. Поэтому ап там был максимум косметический, чисто ради стиля. То был реально ап, введенный чисто ради стиля, за мирный, и все, такие вот делишки. БЗ-176. Ну, за этот танк печень кто-то готов отдать, поэтому тут без комментариев сдавать его точно никто не будет. Если бы эту машину ввели за аукцион, то его цена была бы минимум 1030-135, а конкурентная ставка была бы 1055 голды. Это минималка. Поэтому, ну, как бы, вот так. Коннекшен Икс. Брать я его вам не рекомендовал, потому что все танки с альфой 240, ну, то есть, СТ с альфой 240, это шлак. А вы представьте, тяж с альфой 240, который едет 40 км в час. Да, качество стрельбы нормально, едет, сойдет, увы, она есть. Но, чуваки, набить нужно 2500, чтобы увидеть хоть какой-то вменяемый фарм. Да вы с ума сойдете, пока вы на нем наковыряете свои 2500. На нем, опять-таки, будет полпроцента игроков только играть на 2500, все остальные будут мучаться в 1500. И зачем это вам? Можно дать 4 выстрела на 490 и получить 2000, и не парясь. А тут ковыряй, ковыряй, клюй, 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 и в итоге что? На табло 1200. Замечательно. Поэтому брать ни в коем случае на счет сдачи. Опять-таки, он же был за марафон, если вы получили его за бесплатно, и вас тоже не устраивает альфа 200, то, ну, как бы, мне кажется, решение очевидно. А если нет, то пускай валяется, видите ли, редкий. Калибан. Мертвейший танк, это полный трэш, он не способен фармить вообще, то есть на фугасах 180. Ну, просто, вы понимаете, насколько это позор? И потом еще блогеров заставили втирать, что, ну, надо играть на бебесках. Понимаете? Потому что, что такое Калибан? Вам вот промывали мозги о том, что это будет сверх имба, который будет просто лопать все живое, а в итоге вышло дерьмо с КД в минуту на две тычки и пробитием фугасов 180. Это как бы бэшка где-то миллиметров 150. Мы сами себя в НЛД, да мы до ТТ-8 никакой не можем пробить в НЛД с этих неиграбельных фугасов. И потом блогеры репки почесали такие, ой, что-то не получается играть 4000 среднее, ой, какая досада, вот так конфуз, да? И потом что они делают? А, тут есть ББшки в 290. Не, ну давай с КД в одну минуту, играть с ББшками в 290 и пулькать 2 по 500 за минуту. Ну вот, все, танк теперь, видите, заиграл, нужно играть на ББшках. Да, он и на ББшках мертвый. Вы на КД его посмотрите, вы посмотрите на его качество стрельбы. Это издевательство над человечеством. Поэтому без комментариев сдавать чертям собачьим и брать ни в коем случае никогда. Центурион срак. То же самое, что я уже сказал. Да, там у Венцики, да, там типа лобашни, но чуваки. Стабилизация, сведение, ДПМ, подвижность, вращение шасси. И это больше корыто, чем не корыто. И при этом оно не конкурентоспособное, оно не способно ничего дать в ответку, по сути. В общем, жижа пресная. И опять-таки был ап, ради вообще непонятно чего. Апнули то, чего и по сути апать. Не надо то, что нужно было апать. Конечно же, не апнули. Ну все в классике этой конторки. Поэтому сдавать чертям собачьим. Черриотирномат. Вы только что его получили за марафон, но при этом вы еще заплатили 3500. То есть, если даже вы все этапы прошли, танк можно было забрать только за 3500. Поэтому это кустовой очередной шлепок. Шпак. Он, конечно, лучше, чем шпак. Просто потому, что он бьет не 200, а 390. Но по факту, если вы ненавидите такой геймплей, то вы, во-первых, не выполняли бы марафон. А если вы по ошибке выполнили марафон, или от незнания взяли, а ось получится, и нифига у вас не получается по понятным причинам, то тогда забейте болт и сплавляйте его к чертям собачьим. Если не, у вас его нету. Это хорошо, это круто. Идем дальше. Чарли Марли. Значит, вы, я думаю, не зря брали его в боновом магазине за 15000 бон. Вы же хотели его, наверное. Но у вас, может, опять-таки, на нем не получаться. Потому что, как бы, ну, брони-то у танцика нету. КД при альфе 440 там под 14 секунд. И как бы, оп, а зачем я брал его за боны? Он же ж типа редкий. Поэтому тут только из-за редки. Если вы на это ведетесь, то тогда вам нужно оставлять данный танк. Я бы на таком танке, например, бы уже не фармил бы. Потому что я бы выставлялся на нем типа от башни, в которой 190 миллиметров, и выгребал бы от танка 8 уровня каждым выстрелом. Я уже молчу за девятки и десятки. Так, то стабилизация у него хорошая. Как бы у Вейны есть, типа полуметовый. Но не, вы попробуйте, вы поймете. Поэтому чисто из-за того, что вы редки, из-за того, что вы столько бонов сандалили, я бы его из-за этого оставил. Ну, на вашем месте. Если бы он каким-то чудом просто оказался бы на моем аккаунте, я бы за ним не гонялся где-то там в каких-то режимах, то я бы его сплавил, нифиг дело. Потому что, еще раз повторяю, я на такой не ведусь. Не пофиг. Химера, ЛБЗ. Ну, тут опять-таки, если вы с пониманием того, что если вы сдадите, у вас возможность его вернуть не будет, то, конечно же, вы его оставите. Но если вам пофиг и на это, вы можете, в принципе, его сдавать. Потому что машина, что обычная, она же не фармит. Такие вот делишки. Поэтому, ну да, стена 440, но это, по сути, все его плюсы. Он огромный, брони уже особо нет. С тобой сведения какого-то лишнего нет. Какой-то суперподвижности тоже особо нет. Вы обратите внимание, они есть вообще в рандоме. Правильно, их нет в рандоме. Это ответ на ваш вопрос. Чифтейн Т-95. Я просто молю, чтобы вот когда вот тот, кто делал эту игру, попадет кое-куда, вы сами знаете куда, чтобы он катался просто на этом танке 24 на 7. Потому что сделать СТ, который едет 40 км в час с мертвейшим орудием, с ведрищем размером просто с Empire Steel Building. Это, ребят, очень весело и очень, ну, как бы, знаете, вот по принципу Колебана. Хороший такой смачный харчок в лицо игрока и, мол, жужжу и глотай. Поэтому сдавать, обалдеть, как просто, с какой скоростью. А в плане того, что, ну, это же типа редкость, ну, окей, пускай он стоит в виде памятника, потому что никто в здравом уме играть не будет. Машина в целом редкая, но те, кто на нем катает, они и так прекрасно понимают, что заточанка, и там уже не сами будут решать, сдавать его или нет, но я бы от такой бы штуки избавился аж бегом. Крассерка. Опять-таки, это машина, на которой вряд ли вы будете фармить, но если вы будете играть на нем на подколах и взять за боны, то есть за бесплатную, то, по сути, просто нормальный будет хороший танк. Относительно никаких минусов, за исключением того, что башня сзади. А так, качество стрельбы безупречное, подколов хватает, подвижность прекрасная, брони до чертиков, как для ТТ-8. Поэтому для фарма не, сдать, ну, как хотите. Может, вы наигрались, может, вы уже взяли 3 отметки, вас тошнит от него. Тут уже сами решайте. Плюс его, если что, можно взять повторно. Так что тут нет в этом никакой проблемы. В этом и фишка. Взять танк за боны, самый дорогой танк за боны, это альпийский тигр, и сдать его там за 5500. Ну, почему бы нет? Если для вас боны, это типа валюта чисто такая, ну, а-ля фантики. Поэтому вы поняли. Лис, это один из лучших СТ-8. Его раньше можно было взять за трейд-ин. Теперь уже пока что нет возможности взять за трейд-ин. Поэтому ждите, когда он появится, и берите его, если вам нужен СТ. Если вам не нужен СТ, тогда забивайте болт и катайтесь дальше на тяжелых танках. Машина хорошая, потому что 320 льфы, 7,5 КД, УВН вменяемый, подвижность хорошая, качество стрельбы безупречная, броня просто посредственная, как для СТ, но на фоне того, что там есть, то Рога и Лис, это два лучших СТ-8. Потому что все СТ-8, 95%, это тупо 6-ые левела, натянутые на восьмерке. Ну, плевок в душу. Е-75 ТС. Ну, тут смотрите сами. Если опять-таки у вас есть Ренегат, уже вопрос закрывается. А если еще сверху у вас Самуа, Бизон, двухстволка, С-3 СМЗ, Тортел, то это опять-таки в шестую-седьмую очередь вы будете на нем катать. То есть, короче, по принципу МЛЕ-49. Я на нем не катаю, фармить из-за его пушки даже желания нету, из-за габаритов, из-за бронирования корпуса. Но в целом, если у вас он есть на аккаунте и ничего нету другого, то фармить можно, вопросов нет. Но если вы можете взять что-то пожирнее, то, ну, а почему бы нет? Поэтому тут смотрите. Тут опять-таки дело себе для тех, кто хочет что-то взять получше, но не знает, что сдать. Так я вот пытаюсь вам помочь. Вот. 75 ТС. Если есть выше перечисленные, сдавать можно. Но если у вас уже есть выше перечисленные, запомните, если хотя бы три хороших према у вас уже есть на аккаунте, все, забивайте болт, вам уже выше крыши. Не нужно гоняться за АОС, а может танк нормальный, АОС повезет, не повезет. Ёлка-90. Его, по сути, все берут, а сдавать, а смысл его сдавать? Ты берешь за боны, считай за бесплатным, ЛЕ-49, и считай за бесплатным, получаешь прем ЛТ-8 для выполнения ЛБЗ и так далее. Если есть Ёлка-90, уже никакой ЛТ-8 вам не нужен, потому что все ЛТ-8 на фоне Ёлки, это а-ля, чисто, чтобы считалось. Ну, колесо еще там что-то из себя представляет, но вот эти Шеттер, Шметтер, это шляпа редкостная на фоне этого танка, просто без комментариев. Значит, Эмиль-1951. Ну, знаете, я бы его и не особо и брал бы, да, ну, потому что если есть СОМ, да, ну, и взять его нельзя, но если сдавать, то тоже особо и не сдавал бы, потому что он едет, и если все сделать на пушку, то прям просто нормальный, то есть прям, чтобы прям выгонять его метло из ангара, да, особо нет. Играть по-прежнему можно, но если есть, да, выше опять-таки перечисленные, то, ну, иногда будете его выкатывать, но не так уж и часто, но сойдет. P750T, это по факту ТТ шестого уровня, ну, извиняйте, ребят, 120 ВЛД, 120 лоб башни, с кальфулечкой 240, да, он выходит и льготный, но вы прекрасно понимаете, даже что такое сейчас эти же льготы, которые играют просто в пол сетапа девяток имбовейших, и ты на фетике такой, а, ребятки, давайте поковыряемся с кальфулечкой 200, да, да, поковыряемся. Извиняюсь, не сет, а сенлок, вот эта шляпа, ну, то есть, если у вас есть елка, вот эта штука вам уже не нужна, забейте. P4202, да, то же самое, что и с РАК, то же самое, что и 59 ПАТ, там одного поля ягоды, шляпа запредельная, сведение стаб говно, броня уже не работает, альфулька, просто смешнейшая, стрелять со 190, 180, 200, при КД в 6 секунд, играй по КД с девятками и десятками, да нафиг оно вам надо. XOR, я вчера говорил, что по сути машина такая, она то ничего сверх негативного, кроме от барабана, то есть, именно перезарядки, то есть, ехать сойдет, УВН и сойдет, там сведение, там стабилизация, да, хоть это и ПТ-шка, просто его нужно было сделать средним танком, и с возможностью постановки стабилизатора, вообще проблем бы никаких не было, а так он просто чуть-чуть не досводится между выстрелами, то полбеды, большая беда, что КД 40, там 2 секунды, и получается, что такой же, как и у 50-100, ты тупо не успеваешь в линию боя, он слишком быстрый, и с таким КД, вы в половине боев можете просто ничего не дать, а нужно по-прежнему нам давать хотя бы 2 500 урона, чтобы фармить в этой игру личке, XOR выпадал в коробках, я не думаю, что на нем будет кто-то фармить, огромная дура, не поворачивающая дура, без ХП, пушка просто хорошо, стабилизация, УВН, пробитие, скорость снаряда, все вроде бы есть, но носитель этой пушки, это конечно полный капец, поэтому люди по-прежнему еще там, ну вот только-только в коробках им оно выпало, они такие, ладно, покатаем, но я думаю, что недолго их песенка будет играть, поэтому, насчет сдачи, если вы все же оставляете танки с коробок, да, вы считаете их тоже редкими, интересными, ну тогда ладно, оставляйте, но я бы не играл на таком, но вы уж смотрите сами, но хотя бы есть альфа, из-за этого уже играется, конечно же, намного проще, чем на тех же пассоси, пантерах и так далее, АВАК-30, в принципе танк-то сойдет, но опять-таки на фоне елки, он больше даже к СТ, на СТ смахивает, чем на ЛТ, огромные габариты на самом деле, вот альфа-240, что как бы тоже неплохо, интересненько, но брать его, точнее сдавать его, как хотите, опять-таки, на ЛТ вообще не рекомендую играть, но если нужна прям для ЛБЗ, прям конкретно Кроф Бизнесу, то да ладно, елки вам хватит за глаза, из-3 СМЗ, сдавать не надо, нормальный танк, играется по-прежнему, есть свои нюансы, просто делаем турбину, и все на пушку, и все будет нормально, будет по факту тот же самый Бизон, только вы расплачиваетесь УВНом, но при этом вам дают отличнейший механизм, которым вы можете спокойно играть, цикличную пушку, и при этом ничем не жертвовать, ИС-5, шлак запредельный, это просто тут куча вопросов, как и почему, но смотрите, вот два танка за боны, льготный и на 2000 дешевле, броня лучше, пушка лучше, ИС-5, не льготный, дороже, пушка хуже, броня хуже, без комментариев, сдавать к чертям собачьим, он вам не нужен, да, раньше его вы задавали на ГК, но я думаю, кто на нем сейчас типа пытается кататься, вы взяли его скорее всего за боны, то слить его можно аж бегом, вообще без зрения совести, нафиг, ИС-152, это полный трэш, это 6 секунд сведения ради в борт, эш попадание, поэтому тоже больше каторга, чем не каторга, но в теории, если вы будете давать два пробития, для вас это уже вафли, прям потолок, то ладно, но чуваки, это больше реально страданий, чем нет, КПЗ, боже, опять-таки, то же самое, что с Шифтаном, в нем 24 на 7, по сути, ЛТ-6, даже не СТ-6, ЛТ-6, которые засунули на 8 левел, и говорят, играть с десятками, 180, сколько там, 200 лфулечка, 205 ББшечки, огромные реально габариты, брони там практически никакой, ХП никакого, ну да, оно едет, но что, куда, мы ЛТ, нет, там такие габариты, что мы его в пень, мы СТ, аа, что мы, а мы черти что, поэтому сдавать чечам собачьим, или же опять-таки, если это же марафонный танцик, то можете оставить, но играть вы на нем не будете, Канонях Панзер, я вам уже сказал, еще когда с французом сравнивал, это полный треш, это все то же самое, только вообще без брони, то есть его можно фугасом, просто сбрить, как окурок с асфальта, все, сведение, оно то быстрое, но у нас такого гигантского круга, ДПМа не лишнего, 1000 ХП, тут маскировка, по факту, все, маскировка, то есть, по сути, летающий куст, ну какие нахрен летающие кусты в коридорных картах с БМой в 3 минуты, КВ-4 Криславска, тоже кусок говна, на самом деле, его можно сдавать спокойно, играть на нем тоже никто не будет, ему нужно реально зашивать хлебало, ему нужно усиливать ДПМ, потому что 9,5 секунд КД при ЛФ-300, это смешно, брони просто нет, ее там не существует, даже ее не пахнет, поэтому сдавать можно, тем более взять можно повторно за боны, КВ-4 КТТС, ну пушка-то там нормальная, но все, что связано с носителем, это просто вас поглотит, кретосборное говно, не поворачивайся говно, оно длиннючее, оно как лимузин, оно неудобное, ведро вот это на башне, боже, короче, пушка да, но все остальное нет, из-за этого эти машины реально редкие в рандоме, на пушку смотришь вроде, блин, 6 секунд, при ЛФ-360, ну ни хрена себе, и подколы там 290, но все остальное, это больше трындец, чем не трындец, КВ-5, я сказал, что брать его по сути можно, чисто для вызова, членинжа, а ось, а вот получится дедулька, 2000 хп, льготный там, все дела, ну в общем, это для души разве что, это не фармер, ни в коем случае, ну и сдавать его я бы не задавал, какая-то вот в нем вот есть, не знаю, изюминка что ли, ну не хочется его выгонять, понял, Лансен Си, на фоне Лиса полный кусок дерьма, пушка в 2 раза хуже, брони хуже, подвижность хуже, это полный трэш, то есть, да, 320 льфы, но у него ничего нету на фоне Лиса, у него со стабилизатором хуже стабилизация сведения, чем у Лиса без стабилизатора, поэтому, да, он сойдет из альфы 320, но он не нужен на фоне Лиса, вопрос закрыт, то есть, я бы его сдавал бы, или я его сдал бы нахрен, оставил бы я его, ну, я бы на нем бы не играл, вот и все, вот эти бульдоги, по сути, то же самое, что хабаки, они больше как СТ, но чуваки, СТ со 180 пробить, это смешно, они огромные, по ним промахнуться невозможно, брони не лишнего, эти машинки берут, как правило, знаете, для линии фронта, они быстрые, бахают по 240, как для ЛТшки, это не так уж и печально, ну, считая средний танк, да, поэтому, для ЛФ, для рандома не, елка, и на этом заканчиваем, лорка, ну, чуваки, два выстрела с четырех, качество стрельбы, конечно, печалит, это 100 мм французская, которая сводится в вечность, не досвелся на грамм, упала в землю, огромная фигня, картонная фигня, которая, ну, тоже очень слишком много усилий, умений требует, чтобы играть на нем каждый бой хорошо, это очень сложно, поэтому людям, которые, как правило, ищут такие ролики, я думаю, что Лорейн будет очень сложный, просто сложный, вот и все, я бы его сдавал, если у вас не получается, брал бы что-то попроще, вот это махнуть на Бизона, это просто будет небо и земля, вы просто выдохните, Левая, я уже сказал, это хороший танк, который по-прежнему фармит, но он скучный, играть на нем лишнего желания нету, сдавать я бы его не сдавал, ну, пускай просто лежит, вот и все, ЛТ-432, в принципе, неплохой, но на фоне елки, она его пересветит, этим все сказано, вот вы встретитесь на Прохоровке, вам все сразу станет понятно, что такое елка, что такое ЛТ-432, ты можешь раскачать, все сделать правильно, но в любом случае, елка тебя пересветит раньше, и убьет, соответственно, ну, или ее союзники, или она начнет тебя уже пилить, такие вот дела, поэтому, он-то неплохой, как ЛТ-шка, но на фоне елки, я уже не вижу у него смысл, М41 тоже самое, вот, он даже для ЛФ еще будет лучше, потому что у него за основу под калибер, они очень быстро летают, и именно средней дальней дистанции попадать лучше, для рандома тоже не нужен, Паттон Корейский, Рампанзер, вот, три говна, просто три всадника, три нотеца, это три куска помойки, запредельные танки, которые тянут, опять-таки, на шестые лвла, я не знаю, что они делают на восьмых играть с десятками, это позор, 240 альфы, ноль брони, едем 30, типа 390 альфы, но огромные габариты, без пробития, без брони, это трындец, позор, Паттон Корейский, возьмите П-43ТР, шестого уровня итальянца, и сравните с вот этим, вы разницы не найдете, М54 Ренегат, хороший танк, классический, универсальный танк, который сдавать нельзя, он лучше во всем, чем И-75ТС, поэтому, если он у вас есть, вопросов все, нету, Гусь, я бы его, ну, по принципу КВ-5, вот, я бы его и не брал, он для нынешнего рандома, уже более мясо, чем нет, пушка уже просто на второй план уходит, но сдавать бы я бы и не сдавал, тоже раритет, тоже душа, и пускай он просто стоит, М4 Вай, значит, он просто нормальный, фармить на нем можно, но, опять-таки, его бы поменять на Бизона или Сома, вообще без проблем, но играть на нем, то же самое, что в принципе со Львом, нафиг он нужен, когда есть, ну, куча вышеперечисленных, непонятно, потому что, 9 сек КД, броня, ну, ведро башни не работает, в корпусе полный трэш, стабилизация посредственная, то есть со стабилизатором, тут как у ренегата, без стабилизатора, поэтому, с натяжкой сойдет, но зачем, 2-5-2-У, как по мне, они уже старенькие, но они по принципу Льва, фармить у них еще по-прежнему можно, самые сильные корпуса, среди ТТ-8, дубина на 440, магия советского танка, полсведения, шбахаем, все, то есть, по-прежнему играть еще можно, но вот я уже его не ставлю, даже лично топ-5 своих премов ангара, тут такое, 2-7-4, у Вена нет, пушка мертвая, ХП нет, броня, она просто рандомная, она все зализанная, там просто от него рикошетит, то есть, его или пробивает палками, или он рикошетит, все, но орудие, оно пипец, оно стаба сведения, жесть, и многие ставят просто все на пушку, чтобы хотя бы она вас не задалбывала, при том, что это говно кретосборная, она горит по КД, ХП ни хрена, у Венов нету, как уже сказали, и оно едет еще как говно, то есть, тоже непонятно, что это за танк, если, а-ля, его так убили, потому что, видите ли, альфа 320, а-ля, посмотрите на лиса, у которого есть все, ну, типа, бред сумасшедшего, двухстволка брать, не сдавать, ЕБР, вы, я думаю, что точно за ним гонялись, вы его сдавать точно не будете, но взять его нельзя, Пантеру сдавать, Муццы это шляпы, сдавать, Прямо Виктория сдавать, Рога, конечно же, не сдавать, если вы не любите кустовые шляпы, то ваш выбор, например, я выберу сушку, а не Скорпион, уже объяснял почему, потому что, вот это говно, даже без стрельбы, 300-50 метров светится, после выстрела, я вообще молчу, вот, поэтому, или пускай валяется, или можете сдавать, тот же самый Муц, нахрен, шпак, это по сути тот же Чариотир, только с 240 альфулькой, да, в нем есть изюминка, в плане фугасов, 4 секунды, если ты пробиваешь 420, это жирно, но в целом, на нем тоже сложно, вот, но, опять-таки, можете оставить, но, я на нем просто не фармлю, это не тот танк, который будет играть регулярно, это узконаправленная штука, которая вот с одной точки, то что-то может пулькать, куда-то поехать, что-то там продавить, разменяться, выпушить, не, без комментариев, ничего не получится, шкод Т-56, конечно же, не сдавать, шкод Т-27, я сказал, что его брать не надо, но за насчет сдачи, ну, он тоже такой, более к интересным относится, то есть, он, наверное, хуже Роги, ну, как по мне, он хуже Роги, я вам просто говорю, а насчет сдачи, пускай останется, мало ли, что-то произойдет, три перо, ну, я бы не сдавал, но, опять-таки, фармить на нем тоже никто не будет, пушка ужаснейшая, ей никто не пользуется, вы ни хрена не успеваете, вы со своих 5 тысячах, дай бог, отдаете 3, КД 36 секунд, какого-то непонятного штрафа, 6 секундами между выстрелами, то есть, вы тупо минуту долбените потенциальные 2000, ну, конечно, больше 1200 на табло вы не увидите, но, вот такие дела, то есть, ты не можешь выкатиться и разрядить барабан, КД между шотами 6 секунд, из-за этого и получается, что ты из 5 тысяч, дай бог, выдаешь 3, Сом, это тотан, который берут, а не сдают, СТ-2, СТГ, СТГ, СТГ 81, нахрен, СТГ, 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 не сдавать, это лучше, чем Скорпион, то есть, если уже оставлять что-то такое кустовое башено, я бы оставил бы сушку, она хотя бы бьет, Т103, ну, опять-таки, вы просто за него ничего не получите, там, 3000 голды, и на нем по-прежнему можно играть, то есть, вы его берете за бесплатно, сдаете за 3000 голды, и докладываете еще 6, дороговато, вот, можно сдать там альпийский тигр за 5500, и доложить 4К, уже экономия, поэтому, Т103, просто он и дешевый, сервит, оставляем, пилота к чертям собачьим, Т26, С5 для фарма, и Т26, С4, это вот для фарма, как люди говорят, я не доначу из принципа, но опять-таки, а как вы тогда получите Т26, С4, но вдруг, если вы получили за боны, там, альпийский тигр, то вам до Суперпершин нужно будет докладывать всего лишь 1000, но даже в таком случае, я бы вам уже не рекомендовал его брать, берите что-то помощнее, если вы уже собрались, что-то брать за трейдин, если нет, мне нужен танцик для фарма без према, тогда просто Т26, С5 за боны, и будете фармить по сути, там, 30 тысяч серебра за 1500 на стрел, такие дела, Т34, значит, ну, машину реально надо апать, сведение, ДПМ, ДПМ прям жесть, потому что у него то альфа-400, но это старая альфа, которая сейчас летит 330, и когда ты бьешь 330 с КД 1266, это позор, при том, что это корыто, и, ну, просто жесть, старая машина, на котором желание играть у вас нет, я думаю, вы его или сдадите, или ждите лучших времен, Т42, их тупо нет в рандоме, их нет, тут по принципу альпрота, говно не едущее, с конченным орудием, ну да, с альфой 280, спасибо, нет, не нужен, Т77, я сказал, на фоне Сома, это тлен, такое же КД, но подколы за основу, мертвое орудие, три тычки, замечательно, между выстрелами нам надо 4 секунды, чтобы свиститься, у него КД между выстрелами 2, Т34, Т34, это берут, но не сдают, Т44-100, опять-таки, если для фарма, и вы игрок так себе, вы не будете на нем играть, у него по сути все хорошо, ну смотри, он едет, качество стрельбы прекрасное, но, 190 пробития, добрый вечер, ну и 240 альфы, до свидания, все, поэтому такое, образец тоже самое, старое чмо, бесполезное, говнище, на сегодняшний рандом, он ничего себя не представляет, пушки нет, подвижности нет, броня не работает, апать, апать, еще раз апать, Т92 на фоне елки, да даже на фоне 432 нафиг не нужен, Т95Е2, это машина, которая не фармер, это по-моему аукционный танк, аукционный, соответственно, редко им кто владеет, я думаю, что тут по принципу чифтейна, танк-то шляпный, но сдавать его вряд ли будут, потому что это все-таки раритет, прям эксклюзив, ТЛ-1 ЛПС, можно спокойно сдавать, ТС-5, я бы его, конечно, не сдавал, но вот понимаете, если вот у меня есть Тортила, то мне уже ТС-5 не нужен, у меня они оба стоят, я на ТС-5 не катал уже лет сто, на Тортилле, Тортилле, еще раз Тортилле, углы, углы, еще раз углы, ТС-5 у него все хорошо, но углы, что ни вверх, ни вниз, ни право, ни лево, их тупо нету, это бесит, но танк типа хороший, но углы надо, ТА-5 кори, самый лучший универсальный ПТ, который и рубочкой там что-то торгануть, и вкатить, и с дистанцией, как угодно, то есть универсальная машина, на все случаи жизни, с очень хорошим орудием, что их нельзя в 3D, это плохо, вот Десип Тортиллу можно было взять 3D, не просто до апа, можно было ее брать всегда, и вот кто ее взял, чисто так, знаешь, а ось, ох, вам повезло, вот, Type-9, то же самое, он раритет, но я бы его не сдавал, чисто пускай будет, ну е-мое, это Type-9, но играть на нем тоже особо лишнего желания, нет, какой фарм со 180 пробития 200 эльфой, ну старый танк, 168, к чертям собачьим, Type-63, я бы не сдавал, просто пускай будет, ему нужно просто на секунду апнуть перезарядку, и все, вопросов не будет к танку, пока 75-01, я бы сдал, но из-за того, что типа 490, простым игрокам на нем иногда получается, поэтому тут смотрите, я бы его, ну я бы сдал, я же еще раз повторяюсь, но вы опять-таки вытаргаете за него всего 3500, то есть немного, то есть тоже самое, что и Т-103, вытарган 0, и по сути, что есть, что нету, ну да, разочек там, вот я играть не умею, выехал 3 раза, куда-то навелся там, фусь 3, бахнул 3 раза по 500, все, у меня 1500, я счастлив, для этого танки существуют, опять-таки, для регулярного фарма, для каких-то позитивных эмоций, ни в коем случае, альпийский тигр, вы, как правило, берете за бесплатно, и сдаете, 5500, самый дорогой танк за боны, поэтому этим можно пользоваться, так особо, то же самое, танчик подвижный, с пушкой от И6, брони по сути нету, у Вена нету, то фармить вряд ли вы на нем будете, а взять и сдать, и за доложить 4000, и забрать имбопрем, то, ну как бы, вот, для этого он и существует, XM-Fi, вы не сдаете, это просто нормальный, сбалансированный ТТ, который валят все в корпус, но у него пушка хорошая, и типа возможности игры от башни, если бой нормальный, вам действительно позволяет играть от башни, если бой кончен, и вам попадает все в лючок с километра, если хотя бы пиксель корпуса торчит, вам спрятаться невозможно, и танкануть невозможно, в этом и бесит эта машина, и как вы видите, из коробок новогодних, практически танков уже нет в рандоме, это тоже чем-то говорит, ну XM-Fi просто сойдет, возможно что-то поменяется в рандоме, или что-то с ним поменяется, может ему додуматься на ВЛД, хотя бы миллиметров 30 накинуть, да-да, но пока что просто не сдавайте, WZ-120 старая машина тоже, которая, ну, редкий гость в рандоме, играть на нем лишнего желания нету, стабилизация сведения жопа, углы пипец, броня уже не работает, хп нету, пушка вымораживает, я бы хотел бы реально, когда ему, например, сделать там не 7 и 5, какие-то фантомные, которыми ты не пользуешься, сделать ему 9 секунд КД, но сделайте нормальные сведения и нормальные углы, и будет хороший танк, оживите его, такие вот делишки, поэтому пробежался по каждому, да, полчаса, но я сделал так, чтобы вам действительно было уже максимально понятно, что сдать, а что не сдать, такие вот дела, удачи, всех благ, берите себя, и пока, надеюсь я кому-то помогу. Субтитры создавал DimaTorzok,